Британские ученые провели исследование. Они задавали один и тот же вопрос разным группам населения. И этот вопрос звучал так. Каким вы видите свое будущее? Они задавали этот вопрос богатым людям, среднему классу, и бедным людям, и совсем бедным людям. И выявилась удивительная закономерность. Богатые люди в ответ обычно подробно описывали, каких результатов они хотят достичь через 5, 10 и даже 30 лет. Во всех сферах жизни очень подробно. И как правило это были цифры, они точно знали, что они хотят добиться. Это показатели бизнеса, уровень рентабельности, доля рынка. Средний класс обычно отвечал, чего он хотел достичь через 2-3 месяца, либо к концу года, максимум через 3 года. И как правило это было купить что-то дорогое, например машину, квартиру, поменять квартиру. И чем виднее были люди, тем меньше были горизонты планирования. И тогда ученые решили спросить, вообще у бомжа, какие у него планы на будущее. Они вот приходят к бомжу и спрашивают, какие у вас планы на будущее, каким вы видите свое будущее. И бомжи отвечают, завтра что ли? Нет, совсем на будущее. Что через неделю? Да нет, ну совсем на будущее. Но максимум, что они могли вытянуть, это, что к зиме надо теплую одежду раздобыть. Получается, результаты эксперимента, что горизонты планирования людей напрямую зависят от их благосостояния. И тогда они задали вопрос, а может быть все как раз наоборот? Может быть богатые потому и богатые, что планируют свою жизнь заранее и ставят цели, сначала долгосрочные совсем, куда идти, потом среднесрочные, как идти, промежуточные. И совсем, значит, то, что надо сделать сейчас, но имея в виду самые долгосрочные цели, к которым надо стремиться. И они планируют как раз свое будущее так, чтобы достичь вот тех самых долгосрочных желанных целей каждый день, шаг за шагом. Средний класс планирует вот купить что-то дорогое, то есть не тратить деньги, и даже непонятно, надо сказать, что будет дальше. А дальше все будет хорошо, что будет после этого. Не планируют, как все это сохранить. Однажды я услышал такой диалог в автосервисе. Заходит мужик и спрашивает у менеджера, а сколько будет стоить поменять ремень на помпе? Менеджер спрашивает, какая машина? Land Cruiser. Ну, ему отвечают, говорит, ну, как правило, ремень меняется вместе с самой помпой, потому что они выходят из строя обычно одновременно, чтобы два раза не разбирать. И когда ему сказали цену, мужик очень и очень сильно загрустил. Он говорит, ну, может, стоит все-таки сэкономить и поменять только ремень? Денег совсем нет. Ну, или помпу купить китайскую. И очень часто я слышу, как люди жалуются, что их машина, например, кушает очень много бензина, что очень дорого ездить, что очень дорогой ремонт почему-то. А машины-то, внедорожники, очень дорогие. Ну, блин, если ты мечтаешь о внедорожнике, то позаботься о том, на какие средства ты будешь его эксплуатировать. Что будет дальше? На шаг вперед. А теперь я хочу задать вопрос вам. А какие планы на будущее у вас? Как далеко вы планируете свое будущее? Чего вы планируете достичь через 5, 10 и даже 30 лет? И как вы планируете сохранить достигнутое? На какие средства вы будете жить в будущем, когда вы уже не сможете больше работать? А такой день обязательно наступит? Ответьте в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И как раз вот именно этим вопросом и посвящен мой канал на Ютьюбе. Я озадачился вот этим вопросом, как сделать так, чтобы деньги были всегда. Чтобы суметь сохранить достигнутое, даже после того, как мы перестанем работать. И как все это создать? Как создать источники пассивного дохода, на которые будем жить всю оставшуюся жизнь. И можно уже не работать. Таких источников оказывается очень и очень много. И каждый может выбрать для себя то, что подходит именно ему. Это доступно каждому. И чем раньше мы начнем создавать вот эти источники пассивного дохода, чем раньше мы начнем думать об этом, тем больше вероятность того, что мы это сделаем. И тем больше вероятность того, что у нас это будет. Поэтому подпишитесь на мой канал на Ютьюбе. Поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях, там, в Фейсбук, ВКонтакте. И, возможно, это поможет им принять правильное решение. Просто подумать об этом. Подписываемся на мой канал. С вами был Демитков Юрий. Пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok